всем привет всем привет мы решили сделать обзор нашей квартиры где мы сейчас живем мы здесь уже живем два года и ни разу вам ее не показывали да мы кстати это одно из наверно самых для нас удобных и комфортных зданий в котором мы сейчас на данный момент живем мы наверно были каждом здании на сами и пока вот наш билдинг наше здание для нас самое самое идеальное вот у нас двухкомнатная квартира по американским меркам по российским меркам это считается трехкомнатный потому что зал в россии считается отдельной комнаты здесь нет здесь комнаты считаются только по количеству кровати можно так сказать вот поэтому этот комнатная квартира что еще 1577 square feet это на русский манер 146 квадратных метров просторно сейчас я буду снимать ли она будет показывать в конце вам скажу сколько мы платим за эту квартиру что нам еще здесь нам нужно доплачивать или не доплачивать но в общем скажу математику сколько обходится мы идем сейчас по общему коридору раз два три четыре квартиры вот мы там живем это наши соседи здесь везде ковролин обои здесь можно выкинуть мусор все полностью отсортировано нажимаем кнопочку открываем мусор все понятно здесь можно ходить босиком это большая здесь квартира живет в общем нас получаем трое соседей мы четвертые о ленчик нас встречается так что же а сразу скажу отличие наверное американская квартира от российской здесь нет вот такого коридора так называем где вы оставляете обувь и разуваетесь и идете в гостиную или на кухню нет здесь сразу заходите у вас зал либо гостиная кухня чаще всего это все соединено ну я не знаю то есть мы разуваемся в общем маленький мини столики мини столик не ну как бы для антона вполне нормально ему комфортно кухня кухня для меня идеальная в том плане что она не сильно большая мы не любим когда огромные кухни потому что у нас не мы столько не едим мы столько не готовим и не занимаетесь площадь жилплощадь кухни я считаю это бесполезно вот поэтому мне нравится когда кухоньки небольшие здесь в принципе это стандартная кухня от самого застройщика которая шла еще в 2008 году как в каждых апартаментах все то же самое ну да естественно размеры они примерно отличаются но по идее все то же самое у нас нет стола поэтому мы едим за барной стойкой да стола нет не потому что мы такие какие-то странные люди просто в этих апартаментах наш чудной хозяин сделал вот такой вот стол это просто жесть ну-ка-на покажи давай это просто издевательство то есть мы его так должны опустить а вот тяжело тяжело мы не сможем не поймать со скрипом вот вам стол за ним едят чудо техники честно скажу мы его раз наверное пять открывали за все время потому что это бред ну чисто достать и убрать куртки Антон все да это куртки наши антарктические один раз убрать достать да так и получается вот но это очень неудобно и у нас эта часть стоит чаще всего закрытая то есть это понятно это все сделал сам хозяин кровать тут еще открывается кровать двухспальня которую мы ни разу не спали мы ни разу ей не пользовались нафига он это сделал непонятно да очень много места съелось это хозяин из израиль ну да у него видимо просто большая семья и ему нужно было как-то уместить дальше ты покажешь это в общем его чудо наработка и вот тут маленький полочка который ладно я заглядываю на всякие там средства там всякая ерунда стоит в общем ладно здесь еще мы пользуемся так что вот нам есть нравится мы заходим у нас получаем большое большое пространство вот это прям наверное идеал как вот ну должно быть чтобы мы здесь чувствовали ходили чувствую себя спокойно и свободно пространство есть да могу открыть балкон где тоже тяжелая на балконе у нас 35 этаж трамп пэлос это на зону для выгула собак теннисный корт это теннисный корт вот уже вот третья башня трамп интернешнл это гостиница там футбольное поле вот тут еще есть баскетбольное кольцо фонтан вы слышите это он шумит у нас вот такая же территория она здесь вот все та же самая зеркальная бассейн получаем вот он на две наши башни и вот наш такой вот большой большой пляж видите он во-первых широкий и чистый вау очень удобно рядом все магазины калинка здесь также еще есть пабликс это магазин продуктов и СИЛЕС это аптека тоже все через дорогу все очень рядом нам это очень-очень нравится это очень-очень кстати да ребенок двери открыть не может они очень тяжелые поэтому это безопасно то что двери стеклянные нет Оливия их открыть не сможет вот идем дальше идем дальше что у нас тут ну гостиная понятно здесь у нас маленький творческий уголок здесь Оливия бывает всякие делают поделки и рисуют все все такое здесь мы по вечерам смотрим фильмы это единственный телевизор который мы смотрим у нас в каждой комнате есть телевизор только его мы смотрим я кстати честно не могу понять вот эту манию ставить телевизоры в каждой комнате ну зачем мы как бы не смотрим мы даже не включаем там мы здесь у нас он работает только из-за того что Оливия смотрит мультики по утрам когда она завтракает и вечером ну все а у нас есть ноутбук у нас есть телефон зачем не знаю вот здесь первая как это ванна да ванная комната первая здесь душ туалет это как бы детская считается да либо гостевой ну гостевой да Оливии тут все свое вообще это наверное гостевой да больше больше гостевой но это Оливкина здесь она каждый вечер чистит зубы и каждая ультра тоже ну понятно ли естественно у ребенка самая крутая спальня потому что у нее окна в пол никакого балкона ничего нет и вообще тут лежишь и перед тобой все огоньки города есть спальня небольшая но для вот одной сколько это кровать queen этого вполне достаточно а тут точно такие шкафы как там и еще то есть эти шкафы вы делаете сами потому что обычно всегда в американском то ну я отойду тебе мало места здесь потому что обычно всегда в американских квартирах есть вот такие гардеробные стандартные в которых есть вот эти вот вешалочки всякие эти штучки то есть шкафов как у нас нет они вот идут вот такие везде стандартно вот то есть опять же телевизор который мы не смотрим и вот всякие всякие пустополочки там у нее одежда все это открывается ну и конечно даже у Оливии да вид вид шикарный частично немножко на океан там видно бассейн мы обычно летом смотрят кто купается выходим не выходим купаться идем дальше это в общем первая была спальня и там был первый туалет коридор здесь Ленчик показала машинка стиральная машинка и сушилка и сушилка это даст стандартная твина у них обычно сразу же на машинке сушилка по другому быть не может но это не стандартная это уже хозяин сам купил стандартные обычно идут такие знаете которые так сверху открываются и барабан вращается не как мы привыкли вот так а ну короче наоборот машинка вот короче ну нам нравится вот такая машинка ну да здесь у нас коробка большая мы приготовили это на благотворительность надо ее ввести я ее даже не подниму будем ее Ленчик разбирать разбирать или пройдем сначала сразу же куда мы попадаем вот в эту зону вторая ванна точнее здесь очень интересный дизайнерский хоб 2008 года 2008 года вот вы такого не видели нигде здесь две ванны а по задумке одна ванна мужская другая ванна женская только почему-то в одной ванне есть только одна джакузи но душ у них общий мы когда впервые заселились мы как бы сначала вообще не поняли прикола потому что на самом деле ванна большая и зачем из нее делать еще можно было комнату реально сделать Дэн какой-то ну вот но нет окей пойдем сначала сюда да здесь соответственно обычная ванна также умывальник джакузи джакузи тоже что стандартно в трампе здесь у нас пошире сниму угол если я не ошибаюсь то есть в каждой квартире есть вот это вот джакузи да в каждой да это вот первая ванна с умывальником да и туалетик бетель а теперь а теперь фишка всего тадам вторая ванна она да ой-ой-ой упало кое-что соединяется вот такими двумя стеклами это полный бред ну здесь просто туалет и раковина биде уже нет почему не знаю видимо в женской ванне больше биде или джакузи мужскую как-то обделили но это на самом деле одно из самых глупейших решений которое мы когда-либо видели ну зачем зачем я не знаю оставьте эту сделайте там чем-то другим какой-то маленькой ну не знаю это просто очень-очень глупо я кстати видел одну квартиру на маркете он в общем заложил эту стену получаем душ остался в той ванне там есть нормальный все есть умывальник а из этой он сделал комнату для ну да для прислуги здесь поставил кровать вместо ванны то есть это будет полноценная комната где можно не знаю поселить няню там приехать им друзьям можно их поселить на время да причем у него там детская кстати была да да и наша вторая спальня большая она тоже идет у нас с балконом но честно это второй балкон я уже туда ладно не буду выходить вид точно такой же он просто грязный да грязный балкон мы у нас сделали ремонт нашего здания и ну и честно и мы до ремонта сюда не выходили это вообще бестолковейшее тоже решение мы ни разу этим балконом не пользовались вообще ни разу то есть ну как бы смысл я не знаю кто-то может быть выходит но я сомневаюсь то есть ты чаще выходишь чаще ты находишься в зале в гостиной поэтому чаще ты выходишь там нежели в спальне в спальне ты только спишь и все эти потолки очень высокие покажи руку наверх да вот Лена то есть даже невозможно дотянуться то есть если вы помните показали обзор бич клаба где мы там думали какую-то квартиру она легко доставала здесь нет здесь везде такие потолки просто везде нигде она не дотянется это большое преимущество имена Трампа что потолки высокие да ну и стандартная как я вам уже говорила гардеробная что здесь шкафов нет есть гардеробная она нам нравится когда гардеробная большая потому что ты можешь сюда зайти спокойно переодеться а не так что знаете маленькая ты стоишь там не знаешь как переодеться либо нужно выходить нет ты здесь зашел там не знаю гости пришли ты закрыл дверь зашел переоделся вышел то есть это очень-очень удобно ну она да небольшая гардеробная но и не маленькая такая средненькая средний размер гардероба вот так вот опять же телевизор который мы ни разу в жизни не смотрели ну вообще даже не включая и тут опять же это все сделал этот владелец это квартира у которого мы снимаем эту квартиру да здесь он сделал как это зона хранения но у нас тут на самом деле хранится всякая ерунда начиная от чемоданов маленьких заканчивая светом самокатами швабрами ну как бы конечно вот это прикольная часть что мы сюда можем запихнуть все что угодно но коробка только не влезла ну всякая ерунду вот но вопросы к этой квартире конечно есть нам здесь нравится сейчас я пойду по комплексу покажу пляж пляж здесь реально крутой то есть после этого бичклаба обзора я когда это обрабатывал конечно там просто там в раз в три в четыре он лучше и белее и чище единственное что у нас сейчас в здании идет реновация то есть у нас есть зона мезонина там где были как своего рода рабочая зона покажу ее точно ты ее не покажешь потому что там сейчас все закрыто они переклеивают обои они все делают то что вам Антон показывал вход в квартиру эти все это было новое они там сейчас переделывают и часть лобби когда вы заходите с левой стороны она тоже закрыта потому что там тоже идет полная реновация вот ну не знаю сколько займет но в принципе это все происходит довольно таки быстро и оперативно то есть вот например наше здание все сделали за год вот внешне хотя некоторые здания делаются уже по три года сколько стоит сейчас эта квартира если квартиру это для покупки цена за скверфит примерно 900 долларов то есть площадь этой квартиры 1577 это примерно где-то миллион триста тире миллион пятьсот она вот так вот будет варьироваться в зависимости от ремонта в этой квартиры это если покупать если арендовать продавать эта квартира стоит семь тысяч двести долларов в месяц здесь уже включен паркинг электричество то есть мы ни за что больше не платим только семь тысяч двести долларов каждый месяц вот такие дела да ну опять это цена на сегодняшний момент это на что август двадцать третьего года понятно что в разные года цены могут тренироваться в двадцатом году когда мы приехали сюда так как квартира стоила четыре шестьсот и по расходам на эту квартиру если вы допустим хозяин этой квартиры квартиры 1577 скверфитов нужно будет платить в ассоциацию да это HOA считается это здание вы платите на содержание здания на работу сотрудников которые здесь пляж бассейн бассейн доллар двадцать за скверфит это где-то тысяча девятьсот долларов ежемесячно коммуналочка вы не дополож и плюсом еще налог на квартиру на недвижимость то есть примерно это будет еще тысяча сто то есть в месяц в месяц да это за год 13 тысяч то есть примерно три тысячи долларов стоит содержать эту квартиру это если вы хозяин то есть мы платим семь двести три тысячи это его расходник ему остается четыре тысячи двести вот так вот да да ну в общем на самом деле в Америке налоги платят всегда когда имеют недвижимость тут нет такого что как в России там всякие поблажки наш билдинг кстати веселый любое мероприятие я вам сейчас даже покажу видео был день Америки здесь просто диджей там пригласили фуршет еда то есть не каждый билдинг такой устраивает у нас устраивается какие-то праздники американские Пасха Хэллоуин все наряжается все устраивается то есть здесь конечно же наша ассоциация они молодцы устраивают праздник нашим ну как бы жильцам кто здесь живет да ну вот можешь пойти показать да валит у нас бесплатно то есть когда к нам приезжают друзья они не платят заходим на пляж то есть там полотенца все 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 включено а и кстати по поводу парковки то что сказал Антон к сожалению в здании парковаться самому нельзя и только если у вас куплено отдельное ваше место только тогда вы можете парковать вашу машину а примерно место стоит 150 да 200 тысяч от 100 да ну в общем от 50 до 150 но этих мест нет их очень-очень мало там один этаж ограниченное очень там очень мало не достать а здесь все паркуются на валет валет это когда вы приезжаете вашему отдаёте ключи вашу машину забирают увозят паркуют когда вам необходимо вы либо звоните либо набираете в приложении вызываете машину выходите она у вас уже стоит либо только подъезжает вот самому к сожалению парковать нельзя ну кому как удобно кому-то валет нравится кому-то не нравится но тут другого варианта вот все вроде все у нас кстати здесь есть большое преимущество в 2008 году территория была не такая как бы заселена и трамп отгрохал себе большую-большую территорию забрал у нас здесь три даже да два теннисных корта у нас здесь есть футбольное мини-поле при отеле баскетбольная площадка маленькая территория для выгула собак то есть вам не нужно куда-то идти в парк здесь есть отдельная территория плюс в наш комплекс входит также и отель трамп интернешнл который находится здесь у нас как у жителей есть туда вход в бассейн то есть мы можем пользоваться бассейнами ну понятно рестораны это тоже просто там идут скидки какие-то вот но это приятный бонус там ни разу не будет ресторан мы все хотим попасть в ресторан мы ни разу не были мы ни разу не были да обслуживание на пляже еду тоже можно заказать естественно со скидкой у вас это все есть вот поэтому у нас можно сказать даже не один бассейн а три да у нас три бассейна бассейн у нас бассейн и два бассейна в отеле именно только жильцы могут проходить в отель а отельные к нам не могут проходить да нельзя вот так вот пойду вам показывать что у нас еще есть о эти посылки нам приносят прям по дверь это все amazon ленчик нам amazon ты пока показывай я пока разберу хорошо начнем с самого низа сервисного этажа где стоят все машины обшивка лифта это просто сейчас еще реновация ремонт поэтому здесь приводится строим материалы чтобы не похабить лифт сделали так мы попали на сервисный этаж здесь машина стоит сюда мы парковаться не менее права здесь только валетчики этаж чуть повыше там вот я сейчас покажу где стоят у нас велосипеды и там мы можем парковаться в общем это вот паркинг он очень большой здесь ряд тесел электрокаров потому что здесь есть электропитание я туда уже не пойду вы даже в лифт зашли в лифте нет кнопок этажей прикладывайте пипку эту и она вас ведет на ваш этаж то есть если к вам приехали гости они к вам на этаж не попадут только если они скажут на ресепшене что ну и там на 35 этаж нам нужно к ним попасть сюда нам просто почту можем сюда с вами проверить нашу почту пи сем мету это доставка еды второй этаж это зона мезонин она у нас пока еще на ремонте ее я вам не покажу это зона еще ремонтируется это зона еще ремонтируется вообще шикарнейшие яйца просто журнальная картинка бассейн бассейн когда здесь праздники я вам покажу что здесь проходит на праздниках это просто шикарно вне зависимости Америки и у нас здесь сегодня будет пати на бассейне круто тут и а а и и и Лена очень любит, чтобы бассейн был на одной линии с пляжем, чтобы не как это было в бич-клубе, что бассейн там на каком-то этаже, это было все не так смотрелось, у нас картинка шикарная. Когда нам нужно лежать, мы подходим к ним и заказываем, что нам нужно, допустим, там лечь, там они готовят. Вот он, пляж, какой широкий, белоснежный, полоса широкая, вы понимаете разницу между бич-клубом и Sunny Isles, совершенно два разных пляжа. Вот, мы снимали видео, обзор бич-клуб. Видите, да, какой пляж, короткий, ужасный. Черепашки яйца отложили, поэтому это все огородили. Водорослей не так много, довольно-таки чисто сегодня. Здесь, конечно, будут еще строить башни, там уже что-то пытаются готовить, битменты, строить башня. Вот наш Trump Royale, Trump Palace. Третья башня это Trump International, это отель. Именно из отеля здесь полный-полный пляж, когда выходные, и здесь просто много-много народу. А народу сколько, посмотрите! Сейчас проберем с вами в гостиницу. На территории гостиницы мы тоже имеем право отдыхать, купаться. Там есть бассейн, более такой спортивный. Здесь более детский. Он такой вот, непонятной формы. Здесь у нас кабаницы. То есть это раньше было в Америке модно, а вот при любом здании. Внизу есть пляжные домики, пляжные апартаменты. И мы обычно здесь не точно не пользуемся. Вот, зона гостиницы. Здесь уже бассейн более глубокий. Тут даже есть кисклаб, только я не знаю, он раньше не работал. Что там сейчас происходит, я не знаю. Даже вон есть расписание. Здесь обычно устраивают свадьбы. Я видел пару раз, проходили свадьбы. Сейчас мы поднимемся сюда, это второй бассейн при отеле. Здесь есть мини-футбольная площадка. И вот у них теннисный корт с баскетбольным кольцом. Бассейн чисто уже для отдыхающих отелей. С маленьким водопадом. Очень красиво смотрится. Здесь можно поесть, еду также можно заказать, когда мы там лежим на пляже, на бассейне. Можем заказать еду отсюда, с этого бара, ресторана. Здесь есть маленький активити, все это можно сделать на прокат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тренажерка. Вот с таким вот классным видом. Тренажеры новые, но какие-то они все странные. Здесь зал для аэропики. Тренеров приглашать своих. Массаж. И свободные веса. Не так много, но они есть. Здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я покажу то место, где хранятся велосипеды и где можно купить свое место, машиноместа. Как показать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сюда паркуются уже все, у кого здесь есть место. Здесь не так много. Здесь и вот там. И все. И вот все велосипеды стоят местные. Вот такие дела. Как-нибудь, когда будет продаваться место, мы тоже купим. Мы хотим парковаться сами. Вот на этих лифтах я до своего этажа не доеду. Да, есть 35 этаж, но они не соединяются. Нам нужны средние лифты, средняя башня. Вот сюда вот. Здесь офис. Здесь, если вы арендуете, покупаете, все документы относитесь сюда. Это ассоциация, здесь вас рассматривают. Это все реновация. Привет. У нас в общем получился полный обзор. Трамп Рояль, Трамп Интернешнл это соседняя... Ой, Трамп Рояль. Трамп Элос это соседняя башня. И через эту башню Трамп Интернешнл это отель. Три башни Трампа. Да.